Здравствуйте, дорогие воронежцы. С вами Жанна, искусственный интеллект от Майо. И сейчас я расскажу вам о главных новостях 19 сентября. Водитель Мерседеса решил бодро уехать с парковки ТЦ «Арена», но не рассчитал силы и врезался в столб. Ошеломленные зрелищем очевидцы лихой дрифт автомобилиста не одобрили и отметили, что металлическая конструкция сделана на совесть, хоть она и зашаталась, но не рухнула. Департамент здравоохранения Воронежской области прокомментировал состояние девятилетнего мальчика с признаками истощения. Напомним, маленький пациент поступил в одну из городских больниц в конце августа, тогда он весил всего 9 килограмм. Малыш до сих пор не разговаривает и не реагирует на речь, однако хорошо ест и за две недели успел поправиться на 5 килограммов. На 68-м году жизни скончался руководитель знаменитого воронежского ансамбля «Фронтовичка» Александр Дукаревич. Он стоял во главе коллектива последние 40 лет, за эти годы состоялось более 800 концертов «Фронтовички». Коллеги Александра Григорьевича вспоминают его как невероятно отзывчивого и позитивного человека. Большегруз снес дорожное ограждение и опрокинулся на трассе М4 «Дон» в Новоусманском районе. Масштабная авария произошла из-за того, что 59-летний водитель грузовика не справился с управлением. В результате инцидента автомобилист получил травмы, его доставили в больницу. Полиция проводит проверку по факту происшествия. Воронежец хотел показать внукам игрушечную гранату, но та взорвалась у него в руках. Мужчина получил повреждение средней степени тяжести и обратился в суд за компенсацией морального вреда. Оказалось, что пластиковый боеприпас продается без предупреждающих надписей, а продавцы не в курсе, что игрушка опасна. Воронежце удалось добиться справедливости и получить от компании-изготовителя 200 тысяч рублей. Желаю вам хорошего вечера. До новых встреч!